Послание отца Абсолюта от 11 августа 2024 года Не количеством, а качеством Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! Сегодняшнее мое послание будет адресовано тем из вас, кто впал в отчаяние от происходящих в мире событий, которые с каждым днем все больше набирают обороты и, как кажется многим людям, в худшую сторону. На самом же деле именно так раскручивается маховик подавления марионеток глубинного государства, которые в отчаянной попытке удержаться у власти пошли ва-банк по всем направлениям – политическому, военному, экономическому. Мы с вами уже много раз говорили о том, что для полного выздоровления общества нарыв должен прорваться. А то, что образовавшийся на вашей планете нарыв уже полон гноя, почти ни у кого из разумных людей не оставляет сомнения. Сейчас идет жесточайшая война за умы людей, которая разворачивается в средствах массовой информации и на просторах интернета. К сожалению, силы здесь не равны, поскольку все официальные каналы принадлежат врагам человечества, глубинам государства, а альтернативные каналы – горстки людей, пытающихся донести до людей правду. И тем не менее, все больше жителей Земли вольно или невольно переходят на сторону противников глобалистов, поскольку уж слишком страшным для них оказался звериный оскал марионета глубинного государства, который же так явственно проявляется в их жизни. Простые люди, так называемые обыватели, начали, наконец, отрываться от своих повседневных дел и прислушиваться к тому, что творится вокруг, понимая, что происходящие события коснутся уже каждого из них. В настоящее время главные сражения за выживание человечества разворачиваются на территории России и США. И сейчас очень многое зависит от населения этих стран, на чьей стороне они окажутся – темных или светлых сил. Опасность состоит в том, что значительная часть жителей этих стран представляет собой управляемую извне биомассу. Речь идет о клонах, биороботах и низковибрационных существах, воплощенных в человеческих телах, которые живут по программам своих коллективных сознаний. Поэтому самая большая ответственность ложится сейчас на чистые человеческие души, которые, как я не раз уже говорил, способны добиться победы сил света не количеством, а качеством. Под словом «качество» подразумеваются энергии, которые излучают эти чистые души. В совокупности с энергиями высочайших вибраций, идущими сейчас на вашу планету, они способны творить чудеса, научившись правильно якорить их на землю. И сейчас я хочу еще раз напомнить вам, как это делать. Прежде всего, необходимо сохранить свои собственные высокие вибрации в любых жизненных обстоятельствах. Я знаю, как это непросто, мои родные, но без этого все ваши усилия окажутся тщетными. Хороший и самый доступный способ быстро сгармонизировать свое душевное состояние, это положить правую руку на свою сердечную чакру, что позволит вам быстро активировать кристалл любви. Вы сразу почувствуете, как по вашему телу разольется блаженное тепло. Кроме того, старайтесь как можно чаще концентрировать свое внимание на золотом треугольнике, особенно в те моменты, когда вас захлестывают негативные эмоции. Вам нужно добиться того состояния, когда он начнет гореть, либо вибрировать. Всегда помните о том, что полноценно и эффективно заякорить на Землю спасительные для всего человечества энергии высоких вибраций вы можете только находясь с ними на единой вибрационной волне. Добившись такого состояния, вы будете икорить эти энергии уже свободно и естественно. С вашей помощью они будут легко и гармонично оседать на физическом плане Земли, тем самым меняя ее вибрационный фон в сторону света. Я благословляю вас на это. Любящий вас безмерно Отец Абсолют, говорил с вами. Послание приняла и начитала Марта. Сайт Возрождения. Сайт Возрождения. Сайт Возрождения. Сайт Возрождения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова